Приветствую вас дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Валде и мы продолжаем прохождение замечательной игры, которая называется Assassin's Creed Rogue. Ну что же, мы прибыли в Нью-Йорк и в предыдущей серии наделали здесь немало шороху. По-моему, даже чересчур переоделись в местных ассасинов и устроили настоящий дестрой. По-моему, было весело и круто. Ну и собственно, продолжаем идти по серуэтной линии, не отклоняясь никуда в сторону и прямиком идем на следующую точку следующей миссии. И посмотрим, что же нам дальше преподнесет эта история. Какой очередной интересный серуэтный поворот нас ждет. Попутно, в принципе, можно взять эту точку синхронизации по-быстрому. Почему бы и нет, собственно. Откроем карту, разблокируем метку для быстрого перемещения. Это всегда полезно и хорошо, по-моему. Так что давайте, пожалуй, поднимемся на крышу и с нее перескочим на другое здание. Так, здесь мы можем тоже легко перейти по веткам. Практически без всяких затупов. Ну вот уже где-то здесь. Так, откуда лучше сюда забраться? Наверное, все-таки лучше отсюда. С этой стороны по лианам уже может ползать, наверное, да? Но ему, в принципе, это не нужно. Он по стенке скоробкался легко. Окей, вот та самая труба какого-то завода, на которую нам нужно забраться. Так, вперед из песней. Мой дорогой друг. Шейк Кормак. Отлично. Ну и очередную серию начинаем с красивой... Такой небольшой заставочки с красивой музыкой и замечательными видами Нью-Йорка. Образца конца 18 века. Так, нам идти в другую сторону, поэтому не будем сшить прыжок веры. Аааа, хотя вот сейчас мы и так совершили его. Только внизу не оказалась сена. Я, честно говоря, не ожидал, что он прыгнет так далеко. Я хотел поспуститься немножко ниже, а в итоге он убился напрочь. Ну ладно, куда же без фейла в начале серии-то, друзья, это же традиция канала EpicType. По-моему, все окей. Но как-то не было, загрузились мы примерно в тех же местах, что и были. Те же самые 400 с небольшим метров осталось до точки, поэтому ничего страшного, добежим. Ух ты, женщина, видела, только что исчезла. Просто исчезают люди на нашем пути. Какая-то чертовщина происходит в Нью-Йорке. Так, ладно, бежим. Бежим сломя голову так, как будто куда-то опаздываем. Ну, естественно, втыкаем на ровном месте. Куда же без этого? Да, все-таки паркур штука хорошая и интересная. Да, игры с паркуром, они замечательные. Вертикальный геймплей и так далее. Но, блин, от таких вот затопов управления, когда персонаж просто прыгает на месте, там, или может куда-то забраться туда, где, в принципе, залез бы ребенок. Это, конечно, не избавилась ни одна игра. Есть серия Assassin's Creed в любом случае. Такие вот болячки этой вселенной. Они присутствуют в каждой игре, так или иначе. Так, ну, как бы то ни было, мы практически уже добежали до пункта назначения. Осталось совсем чуть-чуть. И, в принципе, скоро мы будем на месте. Тут лучше пройти этим переулком, пожалуй. Здорово, пацаны, извиняйте, я тороплюсь. Без обид. Вы-то на меня не особо сильно обиделись? Ну, так, вроде бы. Терпимо. Так, ну, и где-то, собственно, здесь только. Пожалуй, наверное, с другой стороны. Угу, великолепно. А вот и следующее задание. Ну что же, часть шестая, ласковая сталь. Приступаем. Ох, жесть. Хотя предупредил бы я в лицо прикрым маской. Идем же. Ну, идем. Да, аргумент, конечно, был весомый, да? Вот что значит, правильные аргументы. А так тебя убьет, говорит, он. Не знал, что у вас есть крытый клинок. Думал, ты один такой? Я полагал, да. Где вы взяли его? Получил удар от братства. Ясно. Наша миссия была успешна. Армия выступит в любой момент. Хорошо. Наших сил в Нью-Йорке не хватит против этих бандитов. Но, если удача улыбнется нам, мы избавимся от него. Ой, извини. Удача – это миф. А теперь обезглавим змею. Да, как говорил Морфеус. Как там его зовут в игре? Вот это от ней как в тюных очках. Удача – это миф. Женщина внутри. Слав. Так, ну что же, понеслась. А, подожди, нам нужно по Крижному следовать за Хейтемом. Воу-воу-воу. Найдите хоуп. Угу. Вижу. Я же нашел ее. Какого черта? Или это не она? Из Твилидж. А, тут не пройти ни хрена. Тихо-тихо. Нет, это, кстати, не хоуп, это какой-то бандит просто-напросто. Но мне, по-любому, надо как-то попасть туда внутрь. Во что бы то ни стало. Внимание, ага, запретная зона. Да просто плевать. Так, отлично. Я не совсем понимаю, кто мне вдруг, кто мне враг уже. Тут просто без разбора хочется умощить всех и каждого. Но это не совсем правильно. Здравствуй, родная. Жаль, что ты была не хоуп. Красивое имя, да, у девушки? Хоуп. Преводится надежда. А надежда, как известно, умирает последней. Так. Все, что нужно при нас. Итак, шевалье будет ждать меня. Прощай. Удачи вам. Заметила. Вот сволочь. Ауч. Ты как раз вовремя. Серьезно? Жаль, что все так кончается. А, она маску сняла, и сейчас газ активирует. Вот сволочь. Она сама выпила противоядие. Офигеть. Ты всегда милая. Да ты тоже вроде не счет. Но то, что ты делаешь, это, конечно, вообще ни в какие рамки не лезет, по-моему. Так, срочно нужно выбираться наверх. Как можно выше наша задача убраться от этого газа. Давайте какие-то искать пути отступления. Так, пока по трубам. Наверх сюда. Хорошо. Дальше, наверное, сюда. Быть может... Оу! Вот это было жестоко. Я думал, что все уже. Финит аля комедия. Но, слава богу, нет. Так. Я, кстати, зря не глянул, куда мне дальше идти. Тут видите шипы. А то у 10 можно... Че-то дырку надо пробраться. Ты выносливее, чем я ожидала. Ау! Какого хрена? Офигеть, он вообще ходить не может теперь. Что это? Яд останавливает сердце. Мне нужно двигаться. Прямо таки как в фильме Адреналин, да? Жейсовым Стэтхемом. Останавливает сердце, и мне нужно двигаться. Ну что же, вперед и с песней. Ай-яй-яй. Тихо-тихо, мне нельзя вставать. Мне нужно постоянно двигаться. Так, спокойно. Убиваем одного господина. И тут же прерываем атаку второго, точнее, оборону. Великолепно, пошли. Аааа, ты сволочь какая, а? I got you, boy. Поймала же, гадина. Так, ладно, убиваем, короче. Тут, видимо, просто так подержать не получится. Слишком я обессилен. Для этого. И маски же у меня нету, нифига. Ауч. Больно, больно, больно. Ладно, плевать. На того парня просто плевать. Просто уходим. Вон уже, видна, зеленая область поиска. Давайте активируем орлиное зрение. Не активируется. Какого хрена? Ладно, я нашел ее. Ох, жестоко как, а? Офигеть. Ну, придется забраться с этими ребятами. Давай. Очень мало хелсов, правда, у меня совсем их нет, так рассказал. Цель потеряна. А вот ты твою мать. Аккаунтс, он должен был просто миновать их. И бежать за ней. Я тоже думал, что она нас там подождет. Посмотрит за поединком, за качеством. Но хотя бы чекпоинт был, это радует. И жизнью у меня восстановились. Поэтому, в принципе, нет худа без добра, как говорится. Просто проходим дальше. Я уже вижу, где мы можем это легко сделать. Ааа, только, пожалуйста. Не время загибаться. Только на сейчас. Бежим, бежим, бежим. Да твою мать, ты издеваешься, что ли? Какого хрена? Подарите ближе к цели, я стараюсь. Ладно, вроде пока что-то получается. Жизни, конечно, вообще просто нет. Ничтожно мало. Хоть они потихонечку восстанавливаются, но слишком медленно. Прям-таки чересчур. Но сцена погони, конечно, красивая. Этого не отнять. Давай, Кормак, хватит кашлять. Вперед из песни, и ты сможешь. Я в тебя верю. Да твою мать, давай же ты, ну. Да, вот этот туман Зидона, видимо, нужно все-таки избегать стараться как-то. Потому что иначе, блин, все будет очень плохо. Так, налево. Ну, что ты встал-то? Блин, вот матом хочется ругаться, реально. Какого хрена вы видели? Просто он встал на ровном месте и стоял такой. Я, пожалуй, здесь потуплю-постою. Ты же ни за кем не гонишься, да? Ну, че же, блин, страшного нету? Мать его. Фак, чуть не сдох опять, а? Твою же дивизию. Один выстрел, и я труп. Тут, блин, куча врагов. Прямо настоящее логово бандитов. Ах, и снова цель уходит. Все, цель потеряна. Ну, просто без того, что виновата игра, а не я. То есть вы видели, что я играл, в принципе, может быть, конечно, не идеально, но неплохо. А этот дебил просто решил встать и постоять около маленькой ступенечки на крыше. Потратить драгоценные секунды. Черт, снова с самого начала все. Убейте, Хоуп. Да, легко сказать. Да какого хрена? Отцепись от меня, ублюдок. О-о-о! Вообще фейл. Тут уже, по-моему, проще зафейлить. Ну, давай ты, боже мой, давай! Давай! Так, эту бароню, пожалуй, мы... Ну, все, цель потеряна. Ну, оно и понятно. Да. Что-то как-то непросто, на самом деле. Как-то миссия-то довольно трудная получается. Ладно, попробуем просто пройти на рожу. Мимо этих ублюдков. Это, конечно, печалит меня сильно. Да пошел к черту! Охренеть. Пуф, пипец. Да, господа, я даже не знаю, как быть. Честно говоря. Драться с ними не вариант, вы это понимаете прекрасно, не хуже меня. Подняться наверх, быть может. Но это опять-то, видите, он просто втыкает и все, цель потеряна. Моментально, буквально. Кстати, вариант поверху пройти, так он как-то вот опять, видите, управление просто подводит. То есть он в каких-то нелепых совершенно местах застревает рандомных и не может двигаться дальше. Я жму, блин, все кнопки, вообще стираю себе пальцы в кровь, блин, на геймпаде. Но он в тупу не идет дальше, он просто стоит. Так, отлично. Ну давай, пожалуйста, не тормози, сейчас я тебя очень прошу, сука. Убиваю я первый. Молодец. Давай, 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 ползи, ползи, твою мать, 37 метров, это очень много. Эх, не успел я по этим трупам прискакать, хотел, не получилось. Он снова втыкал, ну ладно, хрен с ним. Погружение в геймплей, кашляем, когда видим такую штуку. Ну, на самом деле, просто я до сих пор еще не поправился до конца. Все еще, захворавши. Давай, пожалуйста, не тормози. Швыри копытами, ты сможешь. Я в тебя верю. Ах ты, твою мать, опять тут эта отрава ядовитая. Блин, только благодаря этим таким туманам ядовитым она и уходит от нас. Так бы мы давно бы уже догнали ее. Без всяких проблем. Ммм, давай. Пожалуйста. Ох, там врагов опять куча. Пожалуйста, пожалуйста. Опять этот фейл тут с падением с этим дурацким. Ну же, где там она? Десять метров. И Хелси немножко восстанавливается, это радует. Пожалуйста, догони эту тварь. Девять метров. Просто плевать на эту локацию, как она называется. Сейчас не до этого. Сейчас главное ее догнать. Так, Хелси полностью восстановились, это радует. Впереди опять враги. Ах ты, твою мать, а. Это меня довольно сильно тормозит, конечно. Да давай, давай, пожалуйста, не останавливайся, просто беги. Она же уходит все дальше, ты не видишь? Двадцать метров, только что было десять. Идем на перерез. Все, очень слишком далеко. Давай, пожалуйста, ну же. У меня уже летят всякие копья, всякая их шляпа. Куда же ты побежишь? Направо, налево? Направо. Ну вот и чудно. Семь метров. Шесть. Пять. Четыре. Ну же, давай. Ну, пожалуйста. Да, охренеть, короче, вообще. Почему я могу просто ее пострелить, интересно? Какого хрена? Что за бегать? Не, что за пятнашки? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Четыре метра. Ладно, бежим снова на перерез немножко сюда. На упреждение. Ну, отлично. А наконец-то. Фу. Как же ты быстро бегаешь, ты сволочь. Нафигеть, конечно. Ты опоздал, как всегда, Шей. Хоуп. Я не хотел этого. Я учила тебя этому. И меньшего не ожидала. Но зачем? Дать Лая ему время уйти. Скоро Шевалья отправится к святыне предтечь. Я остановлю его. Он будет ждать тебя. Жаль. Ты был так талантлив. М-да. Жаль. Ну что же. Задание выполнено. Естественно. О, смотри-ка. Даже так. До 90% получается. Но неплохо. Естественно, конечно, не идеально. И фейлов было немерено. Но все равно мы справились. Это главное. Так, ладно. Правляемся сразу же на следующую миссию. Пока время у нас еще осталось. Минут 10 до конца серии. Я так понимаю, нам нужно на корабль теперь попасть. Да, скорее всего. Ну, попутно можно, в принципе, и судачок взять. Ну, отлично. Так. Да, ты где-то опоздал. На самом деле, печально. Пока мы, видите, за ней бегали и играли в пятнашки. С собственной смертью. Да и с ее тоже. Тем временем корабль уже ушел. Она просто дала нам время. Точнее, отняла, наоборот, у нас это время. Драгоценное. И дала время своим союзникам выполнить планы. Ладно, забираем бабло. 5800, это очень неплохие бабки. Я думаю, что имеет смысл покупать корабль еще немножко. Что у нас там по деньгам? 20 тысяч. Ни хрена себе. Так можем даже купить себе улучшение корпуса. Что, пожалуй, я и сделаю. Дает Морриган дополнительную защиту от повреждений. Подтвердить. Ну, еще раз, уже не хватит. Так, бортовые орудия, я думаю, что имеет смысл прекращать. Мы довольно часто ими пользуемся. Ну и, в принципе, все. Осталось 4300. Не знаю, что это хватит. Ну, ядра для мортир, пожалуй, да. Пусть будет так. Ну и, в принципе, все. Хотя, смотри-ка, еще можем даже отсекли тяжелых ядер, отсекли мортирных ядер. Пускай их будет еще больше. А то они постоянно у нас кончаются. Горющее масло никогда вообще не использую, поэтому и тратить не буду. Никакого смысла в этом нет. Ну, в принципе, все. Больше нам ни на что не хватит. Но улучшили не слабо. На самом деле, самое главное, что прокачали броню корабля. Это реально радует. Да, наш Морриган теперь преобразился и выглядит еще более эпично. Прямо таки офигеть. Ну что же, великолепно. Так, ну давай, скакунь чертов, а? Подойди к штурвалу. Капитан на мостике! Так точно, капитан на мостике. Отправляемся мы опять в Северную Атлантику. В Нью-Йорке она больше делает нечего. Но это было довольно весело, на самом деле. Бегать дня по кругу. Мы вновь в Атлантике. Шаи с темплиерами преследуют экспедицию ассасинов. Вперед! Паруса отдать! Так, 4 километра 700 метров это как-то очень-очень много, поэтому посмотрим, есть ли у нас какая-то точка поближе немножко. Ну, в принципе, я уже вижу, наверное, вот это получается. Можем сюда, наверное, переместиться. Не так ли? Антикости, да? Можем. Совершаем быстрое перемещение. Видите, не зря в свое время открывал эти точки. Ну, то есть, вышки. Синхронизации, потому что они дают нам возможность перемещаться поближе. Сокатили расстояние, грубо говоря, в два раза. Это на самом деле очень хорошо, по-моему. Здесь мы либо уже плавали, либо просто скалы очень похуже. Но я такие уже видел. Так, а вот на айсберге лучше, пожалуй, не натыкаться. Ну что же, на всех парусах плывем по следам ассасинов, по следам их экспедиции. Постараемся успеть. Не знаю, что это выйдет, честно говоря, но я попробую. Так, что у нас с мортирными ядрами вообще имеются? Они в запасе, ну или по-прежнему. Как их восстановить, как их купить? Черт побери. Наверное, надо в порту у капитана. Ее их там называть. Такая маленькая лавка. Где улучшение покупается. Наверное, там уже будет запас восстановить. Надо будет сделать, потому что без мортир как-то вообще хреново. Там уже мы их прикачали, как-никак. Естественно, не будем встраивать в бой. Я просто так посмотрел. В случае чего отпор дать мы сможем, конечно. Но не хочется просто заморачиваться. Там как-никак три корабля сразу. Так что просто не имеет смысла, только время отнимет у нас. Так, ну что же, видно, где мы уже впереди. Давайте посмотрим даже Персе, поселение. Одно поселение, одна реставрация. Сундуки мы тут все уже заимели. Три из пяти коллекций. В общем, мы здесь уже были. Так, слева по борту гросс, но я думаю, что мы его не достанем. А плыть туда к нему поближе неохота. Так что в топку. Давайте, прищаливаем. Ай! Ты что это? Ладно, неважно. Ох, вода-то холодная здесь. Надо скорее уплывать на берег. А то так неравен сейчас можно замерзнуть. Рыбак, наверное, в шоке думает. Вот ублюдок все равно не испугал. Ну, извини, пожалуйста. Так. Поселение. Убейте фонсовского капитана. Уничтожьте запасы пороха. Убейте снайперов. И как раз где-то там у нас есть, собственно, и квест. Ну, точнее, следующая миссия. Ну, давайте посмотрим, поищем вход. Кажется, вот он. А там у нас первый снайпер. Блин, тут довольно много, ребят. Это будет трудно, чувствую я. Хотя, можем попробовать сделать так. Например, как вариант. Куда же ты уходишь? Куда-то стой. Ну, зачем ты ушел? Ладно, неважно. Разбираемся с этими ребятами и идем наверх. К снайперу. Займемся, пожалуй, им. Что это было? Лол, какого черта? Ладно, хотя, в принципе, нормально. Так. Убиваем, пожалуй, этого старину. И сразу в кусты. Великолепно. Так, теперь мы, пожалуй, используем в тебя берсерка. Ты как раз наша цель, по-моему... А, нет, цель наша дальше. Ну, ладно, неважно. Ты отличишь на себя все внимание. А это мне на руку. Давай, крапкайся, пожалуйста. Великолепно. Давай, давай, Тодиси. Вполне уже целится. Здорово. Ай, спокойно, ты что? Вот так-то лучше. Так, в кустике, пожалуйста. Спасибо. А вот и порох. Поджигаем. Отходим на безопасное расстояние и наблюдаем фейерверк. Одна. О, да, детка. Ну что ж, кажется, все. Теперь это поселение наше. Это было круто, по-моему. Поселение захвачено. Добыча денег, камня, дерева, металл, ткани, табак. В общем, дофига всего мы добыли. Все это очень круто. Так, ну и, в принципе, отправляемся на следующую сюжетную миссию. Тогда сразу недолго думая. Мы здесь закон. Интригующее название, не правда ли? Мастер Кормак. Какая честь, чем обязан? Остановился пополнить запасы и узнал, что здесь знаменитый капитан Кук. Есть минута? Я к вашим услугам. Как всегда. Ищу человека. Капитан Луи Жозеф Готье, шевалье де Лаверендри. Мореход? Наслышан о нем и о его блистательной семье. Он мне нужен. О, кланяйтесь ему. Или нет. Он ведь недавно ушел в плавание на восток к Антикости. Ясно. Будьте осторожны. Я там уже бывал. Что ж, тогда желаю вам удачи. Если понадоблюсь, знайте, что я иду к берегам Ньюфаундленда. Благодарю вас. Великий магистр Доволен Шейн. То, что ты сделал в Нью-Йорке, очень скоро в городе восстановится порядок. Не было там порядка, гист. Но, может, без Хоупа. Друг, это и не могло быть легко. Но ты поступил как долго. Я все время твержу это. Мы почти поточили со статейлами в Нью-Йорке. А эта ведьма не раз пыталась загнать тебя в могилу. Выбора не было. Я сам решил связать судьбу с тамплиерами. И мы рады этому, Шейн. В противном случае, ты мог бы очутиться на клинке магистра Кенуэй. Или же наоборот. Да, это точно. День долгий. Я не могу казаться бесчувственным, но что-то устало. И что она умнее, чем я думал. Ее уловки позволили Лайну вернуться к Шевалье. Они должны быть на пути к новой святыне предтечной. Решительно до конца. Признаться, я восхищен. Подплывите к форту сзади. Интересно, где у него зад? Можно обойти ее с запада! Это портом добыча, сэр! Да-да-да, я вижу. Так, как-то бы кораблик поищу, миновать незаметно. Я думаю, что здесь надо прищарить. Давайте даже немножко ускоримся, пожалуй, пока нас не впалили. Время боя нельзя пускать штурвал. Ну все, нас впалили. Я вас поздравляю, друзья. Жаль, конечно, придется с ними разбираться. Офигеть, конечно, корабль-то нехилый такой. Твою мать. Бери штурвал, быстрее. Что это? Назерный бардаш, какого черта? Ни хрена себе. Вот это неожиданно. Так, ладно. Убиваем всех, кого видим. Все, что шевелится, надо убить. У нас есть цель. Давайте займемся ей. Великолепная работа, по-моему. Продолжаем в том же духе тогда, в таком случае. Пробиваем защиту и просто всекаем его по первое число. Давайте уже, господи, омайся, наконец. Так, что тут можно сделать? Можно убить этого паренька. Как-то фейнул это было, конечно. Ну ладно, ничего, вроде получилось. Так, осталось только команды врага, еще пять человек. Легко. Ауч. Правда, это было довольно больно. Ну да, стоит не забывать про то, что надо пробить защиту, срочево. Великолепно. Хорошо. На жизни потихонечку устанавливается, это не может не радовать. Это был последний. Отпились таки. Фу. Жестко. Но нам, по-любому, просто необходимо корабль свой чинить. Хотя, кстати... Блин, неплохо так по добыче получилось. Ладно, чиним. Не будем рисковать. Таким у форта, там еще корабль вражеский. Тоже какой-то такой, нехреновый, по-моему, по уровню. Так что лучше пощинить. Быть готовым ко всему. К любым неожиданностям. Но мы, наверное, можем причалить, да? Нет, снова бой. Следующий корабль. Хорошо. Ой, жесть, конечно, ломает нас только в путь. Нифига не видно за дыма. Давай, давай, пожалуйста. Мы должны проиграть. Скорее, без движения. Отлично, еще залп. Пожалуйста, еще залп. Так, спокойно, спокойно. Только на сегодня. Ах ты, твою мать. Нет, все-таки сегодня. Обидно, досадно. Даже очень. Ну, что поделать с Эляви. Там, видели, было два места для того, чтобы причалить. Можем попробовать просто с другой стороны подойти. Ну, впрочем, давайте попробуем уже в следующей серии. Надеюсь, что вам понравилось. По-моему, было реально круто. В общем-то, оставайтесь на канале. Подписывайтесь, кто до сих пор этого не сделал. Ставьте большие пальцы вверх. И не забывайте про комментарии. А для вас играла комментируя Валда. Это была игра Assassin's Creed Rogue на Epic Type. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok